В Одинцовской гимназии номер 7 весенние балы устраиваются уже давно, больше 10 лет. Балы мы начали проводить в конце года как итоговое мероприятие. Уже, наверное, с 2012 года. Они были в разное время года. Это могли бы быть осенние балы, это мог быть бал серебряного века, зимний бал. Это вот сейчас у нас был бал цветов, весенний бал. И каждый год учащиеся старших классов знакомим с бальной культурой, с тем, как надо себя вести в обществе, как должен относиться кавалер к девушке, как девушка должна себя вести. Бал – это не просто танцы, это целая культура. Нужно знать этикет, обладать хорошими манерами, держать осанку. Одним словом, все должно быть безукоризненно. Теперь выпускники этой гимназии могут блеснуть своими знаниями не только на ЕГЭ, но и на светских мероприятиях. Дамы 19 века могли бы позавидовать современным барышням, которым не обязательно душить себя корсетами и придерживаться строгого этикета, из-за которых теряется свобода и некая душевность праздника. И все же современные девушки-юноши были бы не прочь оказаться на месте своих сверстников прошлых эпох. Я очень много читаю книг, написанных в 19 веке. Когда читаешь, сразу погружаешься в эту атмосферу, представляешь себя на балах, жившим в новое время, представляешь, как бы твоя семья вела себя в это время, где бы мы были, какие бы платья носили. Мне кажется, это очень интересно. Мне очень нравится эта атмосфера, это очень хороший опыт, который, я думаю, пригодится мне в дальнейшей жизни. Такая романтика, музыка, балы вот эти вот почти ежедневные, очень интересно. В наше время молодежь далека от идеала культуры. С помощью балов, которые проводятся в нашей гимназии, мы можем побольше пообщаться с друг другом. Они воспитывают отношения мужчины и женщины. К весеннему балу юноши и девушки готовятся примерно за месяц. Танцевать полонез и вальс их учит профессиональный хореограф. Своей задачей мы поставили, в первую очередь, культуру взаимоотношений дамы и кавалеры. Даже просто умение подойти и красиво подать руку, обратиться, пригласить на танец. Это тоже очень важно. И это сразу не бывает. Этому нужно научить. И есть старшеклассники, которые к этому отнеслись очень серьезно, ответственно. Ведущие провели краткий экскурс в историю бальной культуры. В Россию традиция устраивать балы пришла из Европы, благодаря Петру Первому, который был известен своей любовью ко всему новому. Императрица Елизавета Петровна особенно любила танцевать, а потому танцевал и весь ее двор. Немалое внимание уделялось балам и в эпоху Екатерины Второй, поощрявшие благоразумные светские развлечения. Говорят, императрица любила повторять, народ, который поет и пляшет, зла не думает. Ученики и учителя 7-й гимназии точно не думают зла, ведь они не только хорошо танцуют, но и восхитительно поют. А этот номер дамы ждали с особым нетерпением. В перерывах между танцами молодежь развлекалась играми «Ручеек» и «Роза» или «Василек». Специальная жюри также определила лучшую танцевальную пару, самые красивые наряды. В завершении праздника были представлены выбранные король и королева. И рядом с Анжеликой король балла – это Мещеряков Севолодов. АПЛОДИСМЕНТЫ В наше время редко встретишь того, кто умеет хорошо вальсировать или танцевать полонез. Ученики 7-й гимназии – приятные исключения. К тому же, это хорошая подготовка к самому главному их балу – выпускному. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.